Я вообще на всех героев покупал Владмир, ну или Доминатор на тройках. Так, у нас уже начинаются драфты, тем временем Магнус отправляется в бан от Гамбит, и его запрещают у нас фейт. Такие баны правильные, по моему пониманию, это все равно имба-герой, бисп как был так и есть, Магнус пока как бы нормальный. Пока что мы не видим каких-то непонятных банов, которые мы видели, там, в исполнении, допустим, хипроманьяков по типу Лича Сенкинга. А пока такие сильные метовые герои. Ну, смотрите, у кого ФП? ФП у нас у Эмпайр. Значит, биста сами они банить, скорее всего, не захотят. Обе команды играют с Эрспиритом, если я не ошибаюсь. Артем, ну, Артем я опытный драфтер, он ему не допустит игру, скорее всего. В общем, Гамбита вот могут сейчас Эрспиритом, наверное, подбанить. Тинни забанили, на котором Иммершн он у нас катал. Ну, Тинни я, честно... Вообще-то, кстати, Иммершн пока что не показал, скажем так, то, за что, скажем так, его сейчас считают самой лучшей четверткой Сенкинга. Какой? Самый лучший? Ну, типа того, да. Нет, такого нету. Он сейчас супер на расхват. Ну, я не беру в пример Тиро-1 команды. Нет, такого нету. Это, честно, я скажу, это заблуждение. Я с многими общался с командой, и все очень хотят Иммершна, именно с очень многими. Ну, это команды какого уровня, то есть, я просто не могу понять. Нет, сейчас... Ну, это не ВП, не Наги, а это все, скажем так, остальные. В моем понимании, сейчас какой-то взять топ четверок, то есть, объективно, очень круто себя показал Заяц. То есть, если раньше был Роджер таким явным лидером, который был не то, что там лучшим в СНГ, то есть, он одним из лучших в мире был, то Роджер, он как бы по-прежнему где-то стабильно выступает, но нету вот такого перформанса, как раньше, где он смотрелся на голову выше всех. Вот Заяц очень круто выделяется на фоне своей команды за счет своих героев нестандартных. Интересно, зовут Артем Бестмастер или нет? Все-таки слишком такой гадкий герой. Так, да, дальше у нас отправились Бан Даззл и Тусика подбанили Гамбиты вместе с Котлом. Сильные метовые герои, то есть, в принципе, тут понятно, Бест остался, да. Бест у нас уйдет, вот и Бест. Так, я надеюсь, это не будет Кентавр Рубик. Чен, ой, ладно. Другой ответ, хорошо. Я вот про этого героя пока не рассказывал, просто надеялся, что против меня, ну, люди, может, трим посмотрят, в пабе чаще пикать будут Чен. Чен, Энча, да. Нет, Энча не то, Чен против Беста именно как пятерка очень крут. Во-первых, сейчас Чена поменяли, и мало игроков и так на Чене было. То есть, и сейчас на нем не все понимают, как играть. Но он, на самом деле, стал по-своему, типа, прикольным за счет того, что он очень сейчас бафает свой керри за счет пассивки. Вот это то, что он по карте может тэпать коров, это реально очень сильно. Вот сейчас вообще мобильность подняли, то, что ты можешь, там, условно, да, с обычного ТП полететь на другую линию, с тревелов прилететь на другую. Ну, в общем, это очень жестко. Чен в этом плане сейчас такой очень сильно его поменяли. Он сейчас не создает такую силу, как раньше за счет крипов. То есть сейчас это, чем он тебя может напрячь? Он может взять, ну, обычно на первом берут ему первую, а потом уже берут, как бы, третью, где он может, самое имбовое, что может ему попасть, это Гарпия. И за счет этой Гарпии он тебя, можно... Я как-то на буду прибежал, он Кабана забрал, Кабан 1200 хп. Ну, да, вот так... И, как бы, идеи по... Так и есть. Я так первый раз, когда пришел на бисе против Ченой, проиграл, потому что я качал Кабана на руне, он ничего не качал, качал сразу против меня эту, и я пока взял второй, очень сильно уже на онлайне просел. Он был с Тарлем на линии, и, в общем, очень сильно стакались у них, как бы, спелы. То есть за мидло у Тарля была второй спел, первый у Чена, они, потому что на первом левле мне, как бы, лицо разбили, плюс с моим Кабаном. Давайте посмотрим. То есть мой враг взял бистмастера Венгу, то есть двух ауарных героев, которых мы уже сегодня видели, и забанил Террор Блейда. Пока это такая жесткая связь. Да бы, скажем, как Террор Блейд нажатием одной кнопки не получал все эти ауары себе в команду. Я... Нет, ТБ хороший бан, из такого, что стоит забанить. Единственная проблема... Ну почему они не берут ТБ в первой фазе? Вот враг берет бистмастера, а ты берешь ТБ плюс кто-то. ТБ, там, не знаю, ТБ Чен. ТБ Чен, ТБ твоего сразу закроют. Кем? Апсидом? Много опций. Есть накаррид сларк, есть ПЛ, есть... Ну, такое. Это не те герои, которые его закрывают. Это герои, ну, равные ему по силе. Тимага убрали. Ну, это не закрывающие герои. Ну, вот, кстати, мне нравится сейчас связка суппортов у Гамбит. При этом бистмастером ты же особо не напрягаешь этого тиржа блейда. У тебя физовый урон, а... Ну, тут ты прав. Вообще, я против Чен играл. На самом деле, тут все просто. Нужно возвращать старый скилл билд биста через топоры на линии. То есть, в суммонов ты уже позже, как бы, начинаешь выкачиваться. И ты все так же в ладмир собираешь. Просто вопрос, будет ли это опять бист четверка-тройка. Вот здесь, кстати, четверка бист будет не настолько эффективна. Мне медалечку хочется, честно говоря. Да, ты прав. Медалька тоже хороша будет. Ну, тут вопрос в том, на какой позиции будет. Нагу банят Эмпайр? Да, Хаку подбанили. Ну, у нас остался... Испугались. Смотри, есть... Блин, тролля мы редко, конечно, видели. Вот сейчас. Из того, что я вижу, много опций. Есть Ларк, есть Пэйл, есть МК. Почему Волка никто не берет? Он очень сильный. А тут у нас Сэнд Кинг появляется. Для Автерлайфа. Ну, неплохой. Но вот здесь мне бы понравился в оффлейн даже какой-то Тайт Хантер против вот Беста Винги. Ну, нет. Не, можно брать типа защитного аурного героя. Это Питлорд. Нет, СК хорош, кстати. Аур против Аур. В начале патча, я думаю, многие помнят, что у него прям был супервысокий минаррейт. У Кого? У Питлорда? У СК. У СК, да. Защит Писка. Да, потом просто люди уже поняли, как против этого играть. Плюс его порезали. Два раза, по-моему, ему песок резали. Слабее делали. То есть, в последнее время редко мы его видели. Потому что другие герои... Как что, мне не нравится набор героев Гамбит, поскольку два героя, это чистая, чистейшая магия. Вообще, никакого потенциала на физу. Нету аур, да. То есть, да, нету аур, типа, никакого потенциала на физу. И есть Чен, который... Просто Чен, это не лейтовой герой, скорее всего, пятерка. Нужен какой-то... Какая-то сильная пятерка для Эмпайр сейчас. Кто там может быть из того, что осталось? Так, котел баня, да, зуб баня. Ну, возможно, этот бист еще сам будет с суппортом. Еще, извините. То есть, я если бы бегал на бисте, я бы сказал, почему мне идти против Чена, ну, бистмастером, и он меня будет бить. Я лучше сыграю на каком-то другом герое, если есть возможность. Вот я бы так размышлял. Да, я понял о чем-то, но я на бисте против Чена в последние игры легко справлялся, когда я с топорами приходил. Бримастер. Интересно. Это бримастер может быть и тройкой, получается, и пятеркой. Вообще, просто тут вопрос по поводу биста. Мы ведь видели, что многие команды его сейчас свапали на четверку, а здесь у меня четверка именно не нравится. Он либо здесь какой-то вообще, либо пятерка какая-то, либо тройка. Почему? Какого-то же спирита он перебьет на руку, если он встретит. Может быть. Просто почему я так им навижу? То есть, если тройка, то через топоры, а если пятерка, то ты играешь через суммонов, то есть, ну, ты не идешь к Чену на линии. Да, да, да. Именно это я имею в виду. А панде уже будет хорошо. Тем более, сейчас панда будет под аурами, сама ауру наберет. Ну, кто тут есть? Тролль, Сларк. Остались. Им точно нужно брать физу, потому что пока что все выглядит слишком печально. Либо брать уже какой-то улыб, но Артем, в принципе, не любит такое. Прям сейчас могут еще взять какого-то универсального героя на мид тоже, как вариант. Кто у них там? Афонин. Дахак, да? Кем играет Дахак? Не, но Дахак больше все-таки на каре играет. Но, кстати, есть сейчас Медуза еще. И антимаг, и ТП банят. Вот Медуза должен разобраться. Медуза сильно будет против фото Биста Винги. Вот по идее должны браться Винги. А, тэпнуть не смогут, потому что есть диспейл. Сларк. Ну, я про него до этого упоминал. То есть, ну, это как опция типа на каре, он против Винги. Биста, он хорош будет. Хорош по игре, а на линии может погонить, на самом деле. С членом, в принципе, нормально. Но если к нему придет вот этот Брювинга, ему будет сложно. Вот я про это и говорю. Он как бы защищен, но это не тот герой, который, знаешь, наносит море физы. Ну да, но тут Вайда пикать нужно сейчас против Сларка. Это лучший пока что вариант, чем накрыть его. Исходя из того, что много керри у нас в бане уже, я пока лучшую опцию не вижу. То есть, ну, Вайд такой явный именно контр-пик против Сларка. Давайте посмотрим. Что могут взять еще? Я уже все же больше за стратегию. Ну, этот, тоже, а, о, Медуза. Только в другой команде Медуза появилась. Медуза у фейтов, да. Причем, кстати, Сларк, он неплох против Медузы. То есть, это не герой, который в Медуза контрит и так далее. Скорее, Сларк хороший против Медузы. Но здесь, возможно, просто, опять же, пойдут и темпом задушат. Да. По дамам, пойду стрелять, а у тебя что? А у тебя магия. Всегда приятно играть на таких героях по типу Медуза, опять же, под бафами. То есть, для него как раз магнус какой-то не нужен, а вот без Ибинга это лучшие баферы под Медузу. Поэтому, да, в этом плане выглядит очень сильно сейчас и тимфайт с ремастером, сильные ауры. То есть, могут в какой-то момент пойти задавить. То есть, Артем не взял Медузу, получил Медузу в ответ. Ну, да. Может, он и планировал Сларка взять против этого? Но он пока что выглядит неубедительно. Вот этот Сларк. Слушай, Медуза, это все-таки, наверное, больше как медовая. На керри какой-то Войт уже жадновато выглядит. Короче, непонятно, что... А у них очень сильно уже, у них прям суперсильно уже, мне кажется. У Империи? Да, да. Да, я только не могу понять до конца просто, как они хотят, знаешь, заланить. То есть, Медуза на две линии. Они могут зафлексить вообще, как хотят. О, Манки Кинг мне еще нравится. Знаешь, почему? Потому что Медуза уже такая, типа, яркая, выраженная позиция один. Брать еще кого-то керри типа Войда, это жадно. Хоть он и хорош против Сларка. Но, а вот какой-то МК, он такой, типа, сильный лейнер. А я бы взял, знаешь, кого? Может, темп навязать тоже. Я бы взял героя, который к этому всем трем неуязвимым, это Джаггернаут. Он и с Энкинга на линии сбонит. И против Эрспирита ему вообще все равно, и можно в соло ставить. Джаггер хорош. И Джаггер его не убивает, и Чен его не убивает. То есть, просто дать Спайс Медузе, пойти под этими тремя-четырьмя героями с ранней магией и просто задавить. Лайнинг, только для меня это странно выглядит с Джаггером. Ну, знаешь, кто с Джаггером будет сядь Бист или Брюк? А, пофиг. Типа, Джаггер очень сильный против Эска Эрспирита. Очень сильный. Против этих двоих хорош, тут ты прав. Да и против Сларка. Рубика убрали. Там же тоже, посмотри, там тоже три милишника, все три из которых плохие против Джаггера. Короче, мид остался, я бы снайпера банил на месте. Сейчас, подожди, против Медузы. Ташка, снайпер. Кто еще? Ну, Разор, но Разор они не возьмут. Ну, это больше снайпер какой-то. Я такой не уверен, играет ли на нем в фоне. То есть, в принципе, тут для снайпера не так просто добираться. Но вообще герой сильный. Но, с другой стороны, нету героев, которые у тебя снайпера и протексят особо. Да, да. Так что протектили такого нет. Но против Медузы, ну, коп ты взял, вот, допустим. Я бы снайпера тут боялся взять, честно говоря. Ну, а кого ты видишь? Я бы боялся кого-то героя, который именно создал, типа, драку. Ну, это инвокер. Или сил. Ну, вот темп лакку забанили, темп лакку просто на линии можешь подразвалить. Скаймак. Скаймак. Ну, я бы здесь пугну взял, наверное. Сейчас пугна какая-то неплохо может быть, ССФ для Афони. Ого. Короче. Вот и черный подъехал. Вот этого мы не догадались, честно говоря. Да, такие два пика последних непредсказуемые. А, мне, кстати, мой знакомый писал, что сейчас ССФ играет через грифсы. Играет активно через магию и собирают грифсы. Вот можем посмотреть, как это. Интересно. И что он говорил, что именно Афонин его тренировал через грифсы. А, да? Тогда мы сейчас как раз что-то интересное увидим. Год у нас на Скаймаке, это Медовой Скаймак. Но, честно, последние пики... Это, кстати, не герой года совершенно. Последние пики мне как-то чуть-чуть под... Вот, не знаю, больше в пользу гамбитов теперь, наверное. Мне абсолютно не нравится этот Скаймак. Он тут вообще не... Не нужен. Скажем так. Мы не разделились? Да нет. Все равно, получается... Мне не нравятся вот эти вот два последних пика. То есть, если на СФА я хочу посмотреть, то зачем тут Скаймаке еще на Скаймаке будет играть год? Мне непонятно. Я бы поставил, наверное... На кого и с каким коэффициентом? На гамбитов. На коэффициентом надо посмотреть, какой у нас коэффициент. Надо посмотреть на коэффициенты как раз-таки. А потом уже думать, на кого заливать, да? Да. Вот и они. Опа. 2-4-8-1. На кого бы залил с такими драфтами? Конечно, верил я в Эмпайр. Хороший очень коэфф на них. Вот если бы не петух был с такими коэффами, я бы залил бы на Эмпайр точно. Согласен. Петух подруинил. Сомневаюсь я. И Сибжакер был бы. Убираем. Окей. Окей. Ну что ж. Специально к турниру наши партнеры ESB подготовили страховку ставок на vplay Winter Madness, друзья. Ссылка находится в описании. Проходите по ней, конечно же. Ну и регистрируйтесь прямо сейчас. А мы передаем слово комментаторам. Это Друг и Баффик. Спасибо большое студии аналитики. Снова возвращаемся в эфир. Из наших роскошных саней. Баффик, Друг и Олень. Едем. Да, и наш любимый дружаня. Мы пока имя ему не придумали, но ближе к плей-оффу станет ясно, как его зовут. Кстати. Можете предлагать свои варианты. Писать прямо в Твиттере. Интерактивчик. Ви-плей и спортс. И просто попытайтесь назвать этого оленя, как вам нравится. Тебе бы свадьбу вести. Я и веду. Ты король конкурса. То, что я твое у него, не значит, что я не веду. Ну да, тоже верно. А это, кстати, упущение было. Согласен. У меня просто таких денег не было. Да, это да. Это другой вопрос. Извини меня. Да, действительно, предлагайте свои варианты. Как бы назвать этого оленя можно было. Ну и варианты Баффику. Что провести можно. Где подшабашить. Где деньги, там и я. Да, давайте тогда перемещаться в дотку. Наблюдать за противостоянием Империи против Гамбит. Ненадолго, ненадолго мы переместились. Гамбит хорошая команда. Империя команда тоже хорошая. Действительно отличная аналитика, Дмитрий. Да, вот так вот я работаю. Сегодня мы увидим в завершении игрового дня именно СНГ противостояние. Так что зрители могут быть довольны. День закончится в любом случае позитивно для вас. Ну тяжеловато пока все у Empire Fate. У них 1-2, если я не ошибаюсь. 2-1 должны быть. Вторые 3-0, а они 2-1. Не-не-не, по-моему 1-2. Тогда я тебе говорю. 1-2 у Empire Fate. Hippomaniacs уже никак не выходит. Ну если так посмотреть, то да, 1-2. Если в принципе посмотреть. Слева направо смотреть, то да. Ну и у Gambit такие же показатели. Так что у нас битва команд, которые на равных идут турнирной таблицы. Если я правильно понимаю, то Hippomaniacs уже не удел за своими 0-4. Поэтому в принципе тут уже таких супер... Плач, 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 Плач Чехия. Праздник Доты новогодний останется без вас. Вот интересно сейчас понаблюдать будет, как реализовываться будет выбор Sky Maga. Насколько он будет хорош, насколько он будет активен. Как говорили, возможно не герой года, но я думаю, что Сергей уже успел потренировать его и не слабо. Сейчас тенденция такова, что все герои, которые там могут появиться в нынешней мете, ты должен их наигрывать. Если ты хочешь быть универсальным мидером. А у Сергея такой опыт уже игровой, что в принципе для него проблем нет. Я думаю, наиграть там любого персонажа сейчас. Вообще Sky Maga когда пикается, для него должна быть фри линия. Это было обыкновенно. Вот что-то подобное мы наблюдаем. Sky Maga, Dazzle, Mipar, Huskart даже в эту комбинацию. Если Sky Maga может выиграть линию и потенциально сильнее своего оппонента на лайне, то там вообще в ноль должно быть переигрывание врага. Но ждем, ждем первой крови. Она, по идее, должна быть в центре. Пока разминает Афоню год. И уже венганы готовим. Пошка Ярослав стоит, ждет. Стоит, кстати, такой интересный варду Radiant. Гамбиты поставили его за террадин башни, как раз не блокируя, по-моему, отвод, а просто для обзора. В центре и у одной другой команды по варду есть. И малый лагерь крипов заблокировали импер со своим опсом внизу. В выход на Афонинджа появляется второй уровень. Сканкаси начинают, прогревают также Аркейн Болтом раз за разом. Дал оглушение Мипошка, пока не хватает урона. Афонинджа отбивается как может и все-таки выходит в размен. Но год, естественно, здесь победитель. Во-первых, это первая крови, 300 золота. Во-вторых, он получает опыт и опережает в этом аспекте Афонинджа. При этом все кнопки, которые нажимал Афонинджа, все были к месту. Вот он реально, он выдал максимум того дэмэджа, который мог выдать по нескольким героям. Но возвращается с телепорта. Сейчас главное не погибнуть, что будет очень неприятно. Пешком возвращаться на линию. Посмотрим, как кэфы будут меняться по ходу игры. Потому что действительно Андрей сказал, вот маг верно, что не так плохо показывает себя имперция, а коэффициент там действительно громадный на них получается по отношению к гамбит. Поэтому что-то еще и рискнет. Посмотрим, посмотрим, как они будут меняться. И эта игра как будет проходить. Брю против Сенкинга. Интересное противостояние. На самом деле, вот я всегда говорю в контексте этого противостояния о том, что нужно заранее, как можно, точнее... СФ опять убивают. Извините, перебью. Там, по-моему, в миде опять СФ погибнет. Сейчас гонят его за вышку, да, еще линфраг. Но это хорошее решение вообще гонять СФ. СФ очень темповый герой. Он, конечно, свое все равно возьмет. Он расфармит, но не стоит ему давать свободную линию при этом. Да, так вот, продолжая историю о Сенкинге и Брюмастере, надо как можно скорее себе получить обзор на этой линии против песка. То есть, либо ты покупаешь себе ранние варды, либо тебе саппорт это делает, либо ты покупаешь себе ранний даст, под которым вообще можно попробовать даже убить этого героя. Чтобы он там не скрывался в песке, не бегал и не напрягал. По-моему, Акулыч пока больше работает как раз с пассивкой даже. Если я вот все правильно понял. Да, у него 1-0-1 такая раскачивка. Но проблема, да. Проблема вот этого билда через пассивку, то, что сейчас Динаи не дают срабатывать каустик в финале, а против Брюмастера ластхитить не так просто на Сенкинге. Брюмастер обладает классным ластхитом. Поэтому песок бы, наверное, поинтереснее смотрелся. Ну, поглядим сейчас, как он будет дальше собирать своего героя. Наверное, еще три песок и возьмет. Внизу три плой стоят. Давненько такое не наблюдали. А вот как раз их братья младшие, да, наверное, по названию братья меньшие, такое показывали. И Пошка заходит за вышку. Избивает Артема ФНГ. Имморшин выкатывается отсюда. Есть камень по Мепошке. Ну, и под Финитенс, скорее всего, Мепошка погибнет. Так и получилось. Так и получилось. Далеко ушла Венчфол Спирит. Вот Дахак зарабатывает фраг в ситуации, в которой, казалось бы, его должны были давить. Еще умудрились сами сделать убийство. И в целом, в целом, если посмотреть, например, СФ при двух смертях не проигрывает по крипам нисколечко Скайросмагу. Теперь к году возвращается все, что они с СФом сделали. СФ свое возьмет. СФ всегда свое возьмет. Герой очень быстро фармит, как раз благодаря Shadow Raze. Плюс лесной фарм для него всегда открыт. Если кто-то еще и стаки поделает, вообще замечательно будет. Вот пока видим два Рейсбенда. Будет ли этот выход реализован, о котором говорил только что Фобос, магический СФ? Но, наверное, в данной игре я не стал бы об этом думать. Посмотрим. Может, у мидера Гамбит на этот счет другие мысли. Мне кажется, так БКБ нужно ему в этой игре. Ну, это не исключено при магическом билде. Просто вопрос, как собирать героя в принципе. БКБ ты соберешь, а там у противника Рор все равно остается. Медузу ты под БКБ тоже особо не побьешь, получается. Ну, то есть ее сторону, когда смотришь. Винга со свапом. То есть тут тоже БКБ это не панацея. Тут много вещей, которые потребуются СФу. Вообще, главное иметь хороший старт, как мне кажется. Хороший разгон. Ему пытаются мешать. БЗЗ в то же время пытаются мешать Сент Кингу. В центре снова драка завязалась. Афонинг же отбивается, не попадает Шадоу Рейзом. В итоге все биты, но все живут. Да, у него дальнего не было. Он пытался с среднему бить кодом. Неудачная скайловка. Не дотянулся. Скайловка. Не дотянулся. Четвертый нульталисман уже зреет для года. Святыня появится на пятой минуте. Там борьба за нижнюю баунти руну. Одну из. Чен проигрывает эту борьбу, если я не ошибаюсь, Саюшу. Да, он забирает на бесте. Наверху Акулыч одну забрал, да, но вторую заберет Брю. БЗЗ тоже забрал. По две баунти получалось. Да, получилось. Дахак видит Дрима. Дрим включает щит, понимая, что сейчас его будут бить, а бьет сразу три героя. Дрима цепляют, выжигают всю ману. Ну и Дахак стан себя сбросить нечем. Было, он уже потратил Дарк Пакт. Ну, стики помогли, спасли Медузу здесь. Так, Афониджи в центре. Ну, уверенно обгоняет Скаррис Мага. 27 на 4 против 17 на 8. Вообще первые три крипстата за гамбитами. Гамбиты ультракруто начинают выигрывать свои линии. И Брю, с одной стороны, мы говорили, ласт хитить не очень удобно против него. Но видим, что у СК никаких проблем. Топовый крипстат ушел в лес, еще и в лесу. Делает отводы, подводит их к крипам лесным, лейновых крипов. И все это вместе фармит. Все это дело под пассивкой. Круто получается. Такой Аксгейминг. Там встреча, я так понимаю, Венги и Эрспирита. Там еще кто-то оказался между двух огней. Это Саюж, в него вкатываются, но бьют Дрима. Это основная цель, естественно. Подкоп от СК. Вот такое перемещение от Акулыча. Василий Шишкин подоспел. Вчетвером внизу оказались. И потенциально хотят еще провести драку. Вряд ли захотят идти прям пушить линию. Но вот файт устроить. Да, так и есть, так и есть. Вкатываются, копают. Также Саюжа. И это еще одна цель для Гамбит. Даха, Келлинг Спри. Все, теперь можно расходиться. Классная перетяжка. Классная перетяжка удалась. Но фармит все это время Брюмастер. С другой стороны, глядя на Крепстат Сенткинга, понимаем, что он его и так опередил. Снова Афонин же под ударом. Третья смерть для СФ. Ничего. Крепстат есть. Третий выход от Мепошки. Золото нормально. Можно. Тем более у вас Сларк. Хорошо фармит. У вас Сенткинг богатый. Мепошка, конечно, прямо аж с ума сошел, пока там пинговал. Говорит, БЗЗ, подойди, пожалуйста, здесь мы спасаем катапульту. Я уже салву потратил. Пожалуйста, подойди. Катапульта стоит на один удар. И БЗЗ долго-долго-долго бежал. Потом отреагировал, повернулся. И все-таки втанковал вышку. Просто бедняга на винге просто салву пил, чтобы не отдать катапульту. Стоял там, получал орех за орехом. И что это с Союзом, конечно, беда полная. Сларк только разгоняется на его фоне. И это ведь все фраги. У Сларка уже доминейтинг. Так или иначе, пассивно становится Сларк опаснее. Потому что перманентно получает дополнительную ловкость за все эти убийства. Это 4 он сделал сам. Возможно, и в 5-м тоже принял участие. Поэтому там может и 5 быть. Не очень следил за тем, где 5-е убийство было сделано. Ну, вроде бы там уже внизу. Да, там, по-моему, как раз и убили... Год не умирал ведь в центре ни разу. Нет, умирал. В центре? Ну, когда у них размен был на ФБ. Ну, без Сларка это точно, да? Все, значит так. Да, да, да. На ФБ они только умирали. Когда они ФБ сделали, и он погиб от СФ. Это первая кровь еще была. Венгард, 4-й уровень почти имеет. Встречается с ФНГ. Покатился и Мершин. Есть оглушение по Мепошке. Будет замедление также от Кика. И Мепошку забирают. Дахак, причем, убийство это получает. И мега килл уже у Сларка. Приятно, что Сларк так хорошо фармит и раскачивается. Набирает тем самым ловкость. Но в то же время надо быть Дахаку осторожным, чтобы не отдать противнику стрик. Просто так. Хорошо тут Дрим отыграл ультимейтом. Но все равно отбиться будет трудно. И за ним дальше пойдут. И Мершин получает слишком много руна от вышки. Но успел переагрить. Успел переагрить. И спасается тем самым Распирит. Съедает ему деревца Афтерлайф. И все, рекол. Все, порядок, да. Полетел на базу. Не на базу, на святыню. На святыню они. Ну не на базу, да. Я имел ввиду моему любимому Чену. Хилиться. Что мы имеем? Пока что 7-3. Но такого перевеса какого-то глобального нет. Потому что неплохой фарм у Скаймага. Неплохой фарм у Брюмастера. Немного выпадает Медуза. При том, что в нее ганги были организованы. Ну тоже подходили к ней вниз, да, герои. Они втроем там стояли часто. Но, как мы видим, все равно ситуацию удалось сломить. Когда тоже три героя у Гамбит оказывалось внизу. И Медузу несколько раз удалось уже остановить. При том, что реально старт был классный у Медузы. Но ждем от Скаймага каких-то действий активных. Он должен подключаться. Он активный герой. Он должен реагировать на происходящее на карте. И пытаться как-то исправить ситуацию. То есть понятно, что должны Брюмастеры и Скаймаг, которые являются сейчас лидерами общей ценности, дать пространство и время для Медузы. Чтобы та расфармилась. Иначе этой Медузе в игре будет делать нечего. Очень долго еще. Пошли рунки собирать. Две взяли игроки команды Гамбит. Мершины БЗЗ. И... И-и-и-и-и-и. И ФНГ забирает еще одну. И одна остается только вверху. Для имперцев. Гамбит получше. Да, получше. Контролирует все эти моменты. С появлением рун. Невидимость для года. Есть Мистик Флэйр. Поэтому потенциально можно сделать фраг. Там еще вард стоит хороший под вышкой как раз сверху. Да, и идут без какого-либо вижена. Есть улучшение по Афониджи. Ну, идеально. Под Мистик Флэйр. Один станчик от Мепошки. Год замедлини. Мепошка стан. Минус СФ. В который уже раз. Беззэ. Бежит дальше за Акулачем. Поймали года. Год рискует остаться здесь. Да, так получается. Остается... Погибает здесь в драке. Дахак делает двойное убийство. У Дахака стрик сумасшедший. У Дахака все лучше и лучше дела с ловкостью. Восемь перманентных уже есть у Сларка. Да, мы говорим всегда, что где-то с десятого начинается отчет проблем. Потому что десять это по факту Блэйдов Алакрити на шару. Тысяча золота считай. Эммершин под оглушением с ультимейта Саюша. Беззэ превратился вновь в Брюмастера. И добивает Эммершина Дрим. Подключился к этой драке тоже с Медузой. Нажал ультимейт. Под копыт из капа Беззэ. Должны забирать Беззэ. Год лайк у Дахака. И это шок. Девять и десяти убийств у Гамбит в руках Сларка. Тут, опять же, две стороны этой медали. Да, это круто. Но сейчас отдать этот стрик кому-либо и скоро в Империи. Ох, печально будет. Надеюсь, что Сларк тут играет предельно осторожно. Да, ну и Сларк такой герой, который... Ну, непросто ему умереть. Надо хорошенько постараться, чтобы влезть туда, откуда ты не сможешь уйти живым. Да, дело в том, что тут еще АОЕ контроля особо у Империи-то и нет. Если посмотреть, у них в основном все точечное. И Сларк как раз от точечных уходит Дарк Пак там. Плюс под ультимейт можно делать телепорт тут смело. Тоже маловероятно, что ты встрянешь. Так что да, Сларк здесь неплохо себя должен ощущать. Хотят Саюша убить, я полагаю. И Мершин занимает позиции. Идет телепорт от одного из игроков. Это Сент Кинг прилетел. И Мершин пошел в атаку. Прокатывается по Саюшу. Увернуться Саюш не сумел. Еще и подталкивает к Акулычу и Мершин Саюша. И его добьют. 309 золота для четвертой позиции Гамбит. И два героя Сларк пошел на охоту. Не хочет бить изначально Мепошку. Бежал за годом. И вот десяточка. Десяточка, Дмитрий. Десять стаков на 13-й минуте игры. Да, 9-й уровень, 9-0-1. Все великолепно для Сларка. Должны были, мне кажется, Смоук видеть. Там Варт стоит. Должны были видеть этот Смоук. Должны были понимать, что враг отправляется на поиски. Ну, должны. Но вот, понимаешь, хочется ли той же Медузе уходить на базу, подниматься на ХГ? Все равно она фармит. Да нет, никому не хочется. Все хотят фармить. Да, жадность может все равно злую шутку сыграть. Потому что Медузка продолжает стоять. Ой-ой-ой. Еще один минус год. 11. Продолжаем считать, в общем-то. Несложная арифметика, но рискуем и к математике выше подобраться, если он будет так набирать. Тут уже простыми числами не обойдется. Прям наращивает. И наращивает. И видно, что пока Медуза рядом не стоит по общей ценности. Да, да, да. И герой с недорогими артефактами. Не самый требовательный к золоту. Кстати, здесь вот, если он купит себе еще и линкенсферу какую-то, он вообще не уязвим фактически. Что ты ему сделаешь с линкой, когда будет? Ничего. У тебя все точечное, плюс он нажимает даркпакт, еще уклоняется, если линка уже сбита. И т.д. и т.п. И что ты ему предъявишь. И инвес и т.п. Я бы так даже сказал. Нижнюю линию подпушивает. Кстати, да. Смотри, гривзы. Как и говорил Фобос. Хорошо, когда у тебя есть в аналитике... Да, человек, который общается с мидерами активно, постоянно. Это, кстати, моя большая беда. У меня не так много мидеров в друзьях. И в основном они все неразговорчивые. Потому что вы машины. Да. Подсказывает как раз Фобос нам этот билд. Я видел его лишь единожды в просмотре паба, но, честно говоря, я не впечатлился. Тогда игра была командой проиграна. Поэтому как-то я не распробовал этот билд. Но сейчас посмотрим, на что он способен. С таким сильным Сларком... Ты помнишь старого вообще СФа, который сразу Меку покупал первым слотом? Да, Меку я помню, конечно. Это Дэнди любимый билд когда-то был. Ну, как, я думаю, не очень любимый был, но так приходилось. Мека Даггер. Да. Хорошо, половили Дрима. Аман это уже нет совсем. И еще и Акулуч врывается с ультимейтом. Посмотри, как круто. Еще один минус. Какой-то развал пока что, да. Да, вот этот СФ, который будет с грифсами, как командный игрок, он себя полностью оправдывает. Потому как у вас есть Сларк, который и так дэмэдж вносит. И так нарезает одного за другим. БЗЗ цепляют. И Сларк упрыгивает из-под Мистик Флеер. БЗЗ под Сайленсом. Брю. Еще один фраг для Дахака. Скорее всего... Да, скорее всего сейчас лопнет еще и Брюмастер Дахак. Брюмастер Дахак. Да, Дахак без... Кстати, без невидимости и без ультимейта. Дахаку не надо подставляться. Ловить лишний дэмэдж. И он упрыгивает. 3 плюс 12 перманентной. 11-0-2. Очень страшно. Очень страшно. Я бы в такую ситуацию не хотел попасть. Да никто бы, я думаю, не хотел. Я, кстати, вот последние, наверное, дня 3-4 как-то стабильно попадаю на стримы Дахака. Смотрю его. Там всевозможные тренировки. Вот он сегодня, по-моему, на мейпоре катал несколько раз. И я заметил такая тенденция у игрока. Во-первых, он, конечно, матершинник просто адский. Просто, знаешь, там очень сложно, как бы, найдите слова в этих матах. Вот как-то так. Но он агрессию особо в это не вкладывает. Просто нравится. Видимо, крепкое словцо. Это, конечно, очень круто смотрится. Но видно, что он уверен абсолютно в себе, когда играет. Тем более, играет с топами зачастую. Там рейн-контроллы у него. Такие ребята в пабликах. Крутые. Вот. И той же суперуверенностью. Постоянно на стриках бегает. Или мидер у него. Или легкая линия. То есть видно, что даже с топ-исполнителями он себя чувствует очень комфортно. Ну, а здесь имберцев нарезает. Реально, что он будет самостоятельно. Свап не спасает. Щифт, верно, Микошка отправляется. В общем, обоих потеряли. Да. Красота. У Гамбит все очень четко они делают. Пытаются, я смотрю, как это параллельно, да, на параллельных курсах играть. Эмпайр, там, БЗЗ что-то фармит, как может. Бестмастер сплитпушит. Пытается, Медуза фармит лес. То есть пытаются просто играть не против противника, да, а стараться все-таки больше параллельно действовать. БЗЗ гибнет все-таки. Ну, тут кто-то будет погибать постоянно. Потому что когда ты играешь вот так, разделяешься, когда ты пытаешь сдать пространство игрокам, то кто-то будет погибать. Кого-то будут гангать в любом случае. Саша Яша для Сларка. Да, еще дополнительная выживаемость будет у Сларка. Сен-Жан-Яша. Ну да, Сен-Жан-Яша тоже неплохая вещь у вас. У тебя куча вещей есть, чтобы уворачиваться, и Сен-Жан-Яша, который дает тебе, возможно, быстрее выходить. Цена-качество. Очень хорошая цена-качество. Получаешь ты классные бонусы, и для разгона артефакт великолепный просто. К такой минуте тем более. Да, для продолжения давления, которое ты оказываешь. Вот это не первый артефакт. Уже есть невидимость. Собирается три героя уже точно вместе. Такие инициаторы идут. Чен больше поддерживает, конечно, атаки. Уже завязалась драка. Спирит покатился. Ну, мепошки пока неприятности. А Кулыч. А Кулыч тоже под ударом. Привцы подъехали. Ну что, Дрим вот постоял в ультимейте. Все развернулись, подождали, развернулись и убили его. Но после ультимейта просто добили. Хорошо прокатывается, не отпускается с лепорта года. Ну и два героя. Первая и вторая позиция, соответственно, в таверне у Empire Hope. Да, вот коэффициенты особо-то и не изменились, как я посмотрел. Так выводили ESB, кэфы и... Только я им сейчас верю. Справедливо. Сейчас я им верю. Справедливо. Абсолютно все пока что. Так что кто поставил? Конечно, пока не хороним, но страховка, может, кому-то и поможет здесь, кто за империю был. Ну, Гамбит реально увереннее сейчас смотрится. Со Сларком непонятно, что делать. Нет реально героев, которые могли бы что-либо делать этому персонажу. Тем более у тебя всегда есть помощь. Во-первых, у тебя есть Хилл в большущем количестве. У тебя и Грифсы, конечно, и Чен. Есть, который может тебе всегда помочь. У тебя есть контр-инициаторы, которые не позволят просто так на халявку забрать Сларка. Да и в целом, мы уже говорили, не так много контроля по Сларку. И почти все он сбрасывает. Так, там кого? Беста бьет? Да. Брюмастер. О-о-о. Как говорится, рейдж байбэк. Ну, это не рейдж, конечно. Это подраться на Рошане. Да, не хотят отдавать просто так Рошана. Собираются вместе. И вот мне нравится Гамбит. Они просто отступили, они не стали бить Рошана. Мы сегодня видели в одной из игр, где Хиппомэниакс против ЕПГ, по-моему, мы играли. Два Рошана были очень сомнительны, когда команда стояла до конца и била. Вместо того, чтобы отойти на время, Дахака разбирает. А стоило ли оно того? Пошел самостоятельно на хэкграунд, получил по голове, отдал стрик. Сумасшедший год. Только я похвалил Гамбит, что они отступили, что они сыграли осторожно. Но решили, что Сларк уже всесилен, что ли? Не знаю. Ну да. Ошибка. Там еще параллельно Рошана бьют. Тут гоняют героев, чтобы никто не подходил. Акулыч попытается украсть. Акулыч выбирает позицию. Даггер через 5 секунд. Успеет ли Акулыч? Но он прямо под птицей стоял. Акулыч. Кастует ультимейт. Слушай, ФНГ уже там. Врывается Акулыч. Под коп можно по-двоим давать. Не торопится. Он под Сайленсом. Понятненько. А Ега в итоге оказалась у Дрима. У Медузы. Да. Так что, в принципе... Он ее потеряет быстренько. В принципе, не так все плохо для Эмпайр Хоуп. Хоть и хорошо вошел Акулыч, но и Гиду забрали. Года Эммершин бьет. Повесил на него еще и урну. Ну, все. Урон фиксирован. Урон закончился. Эммершин нагревает от трех персонажей. Успевает уйти криком до него. Да. Сларк погнал на развороте драться. Да. Года забирает по подкопу Акулыча. И тут еще и за Мепошкой. И Мепошку тоже убьют. Ну, ты знаешь, учитывая, какие были обстоятельства до данного сражения, Эмпайр Хоуп очень достойно провели его. Да. Медуза не погибла. Эггис только потеряла в драке. Да, в принципе, то, что не отдали Рошана противнику. То, что в итоге забрали Аегу. То, что в итоге провели драку не худшую, потому что был обмен здесь убийством. Одни убивали, другие убивали. Так что все нормально для Эмпайр Хоуп, учитывая, какая ситуация была. Но, как мы видим по графикам, все равно Гамбит наращивает свое превосходство. Экономическое просто пока никакого скачка не происходит. Да, это хак продолжает пока отрываться очень сильно. Но с него сняли стрик. Это плюс, безусловно, для имперцев. Год получил, мы помним, 800 с лишним монет. А что дальше, кстати, СФ покупать будет? Вот это интересно. Я вот, честно скажу, тут... Не даггер, Йоу? Ну, может, БКБ даже возьмет, посмотрим. Нет, 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 это монтостайл будет. С гривзы монтостайл такой. Интересный билд. Я буду снимать с себя весь Сайлент, которого один. Король Диспайла будет. Три стак спида берет дополнительно себе Сларк. После стесилы на 15 берет. Ну и, наверное, сейчас какие активные действия мы уже можем и ожидать. Снова выпад со стороны Гамбит. У них классные инициаторы, распирит Сенткинг. Что касается имперцев, им атаковать немного сложнее. Им нужна четкая разведка. Им нужно, чтобы вы видели противника, когда атакуете. В частности, для ультимейта Бестмастер, либо Лидасвапа Венги. Вот внизу, возможно, сейчас Сенткинг либо подставится, либо что-то сам организовать решит. Нажали смуг, идут в разведку. Мипошка впереди. Такая разведка как-то. Нажали смуг и назад побежали. Да. Интересно. При этом ДД у Дахака, кстати. Дахак нашел ДД и рисует, рисует Чен движение в сторону верхней линии. Там отпушивает Брюмастер. Ого. Аура на здание от СФ. Чтобы не затягивать. То, за что всегда Каспер сетовал. Он говорил, вот, давайте, давайте. Ну вот в этой игре берет. Берет, берет, берет. И пойдет пушить, пойдет убивать. Ну вот видишь, он такой какой-то герой утилити получился. Да, да, да. Чисто вот. Набором артефактов. Максимальная поддержка будет. При таком сларке вы и правда можете позволить. Слушай, ну такой минус броневой. Да с монтостайлом нормально ломать можно. Правда. Ну это реально неплохо будет работать. Просто под такой минус броневой сларк, который обладает огромным атакоспидом. Ну да, да, да. Он тоже будет вышки бить. 18 у него стабильная агила. Да, да, да. У него 180 с лишним урон с руки. Это уже почти два блейдов у лакрити. Где-то 1,8. Примерно. Как тебе удалось. Это уже все? Переходим к высшей математике? Да. Вот она. Понял, понял. Расставляет варды под пуш тир-два вышки вверху. Естественно, Империя предпочитает не драться, а играть параллельно. Ее забирать. Попробуют ребята тир-два вышку внизу. Но похоже, что решили скрыться. Не показываются на линии. Под ганг. Хотят под прилет какого-то героя. Подловить его на ультимейт беста. И на ультимейт скаймага. Но понимают, что враг под пушил плотно. Возвращается один из героев. И враг все прекрасно понимает. Но нафига нам т-два вышка, можно вражескую т-три пойти забрать. Вот тир-два внизу, по идее, спасается пока что. Там глиф нажали, радиант. Да, и уже над пушил. Сларк. Ну, в итоге ничего не добились толком. Имперцы время потратили. Ну, с другой стороны, а что они могли? Они не могли драться. Да, по-хорошему. Ну, гамбит-то тир-два вышку забрали. Имперцы просто не могли драться с ними никак. Единственное, что добились здесь имперцы, это то, что стянули героев, ну, героя в данном случае, вниз. И вынудили править противника глиф. Все. Но в глобальном плане, конечно, с другой стороны, ничего и не могли больше. Да, но они пока одного стянули. Сами втроем вынуждены были на топ. Уже смог хотят. Что-то так сгруппировались. Казалось, что смогут нажимать. Но, похоже, что нет. Помогают медузе фармить. Скорее смогут. Ну, медуза в целом так догнала СФа и близка к тому, чтобы достичь фарма Сларка. Опять будет подъем на ХГ. Не пустили. И свапу Болдеру. Импершина должны забирать. Савенса не выпустят. Ну, не хотел бы тратить Мистик Флэйер. Достаточно живуч все равно импершин. Так посмотреть на него. Даже сейчас не быстро убивали. Разведка от Биста. Там куда-то вперед прыгает Брю. Радик решил покупать. Да, у Брю. Такие наполеоновские планы. Подождите, ну вообще не меняются коэффициенты или как? По-моему, вот одно и то же, если я не ошибаюсь. Снова 1.5 и 2.48, по-моему. Та же ситуация. В целом так и получается. Пока игра, ну, она идет в пользу Гамбит. Она под их диктовку проходит. Но мы видим, что имперцы неплохо растягивают. Вот чем-то эта игра может напомнить нам сейчас игру с антимагом предыдущей империи. Тоже они вот так растягивали оппонента. Не встречались часто с ними, пока не разрослась. Пока антимаг, точнее, не набрал хорошего фарма. И не начали они сражаться. Вот здесь дело в том, что Медуза, она похожим образом будет действовать. И в противовес Медузе, я не сказал, что тут очень много героев есть. Медуза могет в этой игре. Немало. Медуза разультилась, пока Дахак в нее вгрызается. А Дахак потратил ультимейт. Акулыч пока еще живет. Использовал песок. Живет Акулыч. Он в итоге не погиб. Праймал Рор выдали в иммершина. Его забирают. Кстати, красавчик. Он пайп нажал и пайп впитал урон с Клэпа. Так бы он погиб от Клэпа. Поставили сентри. Акулыч выкапывается, но ровно по центру. Дракон на Дахак уже приходит. Акулыч может жить. И Афониджи пошел дальше. Вперед руками нарезает Саюшу. Саюш получает последнюю тычку. Отправляется в таверну. В нему вкатывается иммершин, но не попадает по Дриму. Но уже герои впереди. И Дрим тратил свой ультимейт. Поэтому Дрима не должны отпускать. Подходит год, но помочь никак не может. Ты ничем уже не поможешь. Своему тиммейту у тебя не ультимейта. Ни нормального прокаста не остается. И пожалуйста, вывезали трех героев за Акулыча. Акулыча отомстили, которого в итоге и не смогли убить. Ну вот надо сказать, что как раз вот эта беготня за Сент-Кингом, она и сказалась. Туда побежал и земляной пан, который с ультимейта Бримастера был. И Медуза побежала, включила ультимейт просто добивать. Славин Га, подставила Сент-3, умерла Дахака. Там реально какая-то жучка за внучку, как там получилось, вот что-то из этой истории. Да-да-да, и все в канаву. Да-да-да. Подкоп от Акулыча по году. Нуарная версия Репки. Да. Папка за деткой. От Артхаус. Забирают Года, забирают Мепошку. И посыпались им перцы. Посыпались. При желании защитить Тир-2 вышку подставляется Год. Ну вообще такое опрометчивое желание получилось. Действительно, без подставы здесь не обошлось. Дахак бьет Тир-3. И вот она, Аура СФ. А покажите, пожалуйста, броню вышки сейчас. Давайте нажмем на вышку и посмотрим, что там получается по итогу. Ну, ладно. Меньше, чем до того, как СФ бил ее. Да-да-да. Все равно, да, сносит очень быстро вышки. Красиво. Красиво это работает. Действительно, быстро все это ломается. Это СФ еще без Дизоля какого-нибудь? Ну да, да я думаю, тут его и не будет. Хотя интересно, что он будет брать вообще дальше. Да, у нас манта плюс грибзы. Я в БКБ не видел до сих пор. Вот нужно ли она им в принципе? Да, вот так пока получается. Так игра складывается. Да, манта есть, ты диспелишь почти все, что дается тебе. А те спелы, которые летят сквозь БКБ, ну что ты им сделаешь? Ничего не сделаешь. И они не в тебя обычно летят, а в Сларка. Ну стараются, да, там фокусироваться. Тандерклэп Слоу дополнительно берет, МРС не берет. БКБ все-таки, да, для СФа, посмотри, принял. Столько ты заговорил, сразу БКБ появляется. Такие вещи получаются у меня читать. Цитирую я, классика. Уже классика. Да, и вот это Скади для Медузы как раз попробует исправить ситуацию немного имперцы. Но потеряли они уже одну из сторон. Знаешь, благо, что это линия центральная, самая короткая из линий. И не так много внимания нужно уделять ей, чтобы отпушивать. Потому что боковые линии, естественно, пушить сложнее. Нужно дальше выходить. Нужно покидать на фланге, выходя, базу. Отпушивать подальше хочется, потому что хочется не на 2 секунды отпушить линию, а на минуту хотя бы, чтобы там крепы пошли дальше и дальше. И хотя бы под вышки противника. Центральная линия все-таки попроще в этом плане. Далеко уходить не надо. Отпушил до речки, и все нормально. Ну и прикрывать там легче, как бы тоже. Около линии центральной. Ну и пауза. В очередной раз. Сегодня такой достаточно богатый день на паузы. У игроков какие-то технические трудности есть. Но это было побыстрее. Мы возвращаемся. Союж пишет гоу. И Медуза находит иллюзии. Видим, что по обзору карты у Гамбит в правой части, вот если так посмотреть, особо ничего и нет. Там и с НТК-ми заблокировались имперцы, и свои опсы поставили. И пушат ТИР-2 вышку, на что не реагирует Гамбит совершенно. Пока что. Жмут смок. Возможно, реакция последует прямо сейчас. Гот забирает башню. ТИР-2 вышка рухнула, и крипы продвигаются под ТИР-3. Здесь Дахак и Акулыч готовы атаковать. Увидели Вингу. Хотят вещь повкуснее. Да, Вингу просто отпустили и говорят, ребята, ребята, Винга не наша цель. И все разлетаются. И самое забавное, что Винга, на которую все забили, она тоже просто улетела. Винга повезло ей просто. Настолько она бедная, что плюнули просто на нее. За двумя зайцами, которых вы в итоге не видите. Как таковых. Ну, все равно, смок использовали. Идут воевать. Готовы заходить. О, Дахак любит этот подъем. У него хорошо он получается. Да, и продолжение, посмотри. Только сейчас, конечно, не так массивно. Все, развернулся, развернулся. Научен уже, научен горьким опытом. Ну и другие герои пошли вперед. Ну, что взрослых позвал? Сэф сзади. Вот видишь, БЗЗ не лучшая цель. БЗЗ атакуешь, он живуч, плюс свап есть, ультимейт будет от него. И в итоге ты всадишь очень много способностей, чтобы не убить Брюмастера, чтобы он еще ультанул и развернулся контратаковать. Поэтому передумали атаковать, увидев Брюмастера именно как фронтлейнера Эмпайр. И отступили ближе к Рошану, который появится с секунды на секунду. Смог, я так понимаю, от имперцев. Там идет три героя. Ну да, в дополнительном лесу. И под Вардом они видели оранжевого. Теперь видят желтого под Вардом. Это у нас Air Spirit. Но это, наверное, не Смог. Информацию о Рошане оба игрока должны получить. Нет, успевают забрать кабана. Вот секунду в секунду, как появится Рошан, но туда уже птица летит. Ну там, да, птица залетает. Птица летит. Вижена нет на эту птичку. Поэтому обе команды обладают. Знанием того, что есть Рошан, но не знают Гамбит. Ну вот Сентриопс. А теперь знают, да. Теперь Гамбит. Сентриопс. И не видят его все равно, да? Да. Обидно. Вот сейчас как-то за хак может краешком задеть. Нет, нет, нет. Ну просто висит имба-место. Да, не контрится. Не контрится, действительно. Собираются имперцы. Готовы они за этого Рошана сразиться. И надо сражаться, потому что отдавать сейчас врагу Сыра и Гиду это не кстати будет. Но ключевой момент. Посмотрим с чего. Крик-свап. Скорее всего просто свап Акулыча. Зацепили. Мистик Флеер на него потратили. Акулыч все еще живет. Слушай, ну много выдали. Много выдали в Акулыча. У него есть выкуп. И он пайп не прожимал. Не успел просто банально пайп прожать. Ну да, это Мистик Флеер. Это Праймл Рор. Но у Медузы есть утимейт. И она бьет Рошана. Сегодня мы такое уже видели. Ну Брю закончился ульт уже. У вас реально трех ультов нет. Как драться теперь? СК. Хорош. Подкоп по двоим. Дахак начинает бить Медузу. Нажимает ультимейт Медузы в ответ. Понимаю, что больно будет иначе. И от ультимейта Медузы все разбегаются. Камень пролетает по Мепошке. Акулыча бьют. Акулыч без выкупа. Напоминаю, он только что выкупился. Акулыча забрали. Но вразмен на БЗЗ. Еще одно убийство в копилку Империи. Кутер Спирита свап. Винга пытается помочь. Дахак просто не бил в этой драке. Он бы Дахак дорезал двух героев. Афонин же первым номером вошел миссий. Слушай, все очень здорово для Империи. Выкупается Винга. Нет выкупа у Сен Кинга. Его не будет еще 70 секунд. 30 секунд без Чена. Ситуация располагает. Кулдаун на БКБ у СФ. Ну и бьет Рошана. Сларк тут можно оплошать Гамбит. Если неудачно подойти к этому Рошану, можно еще и погибнуть другим героям. Поставили сентри. Видят Дахака. Рошан падает. Рошан забирает Афонина. И Дрим расстреливает Афоню. Сбивает Аегис. Уже у года откатился ультимейт. Дрим жив. Дрим жив и чувствует себя вполне уверенно. Теперь Афонина будет избивать. Дахаку. Рор по Дахаку. Дахака бьют. У него не было в этот момент уже Дарк Пакта. Он сработал ранее. Дахака добивают. Отличная работа от Империи. Гамбит рискнули. И за риск заплатили цену очень серьезную. Да, и такой Шадоуфинт, у которого нет артефактов на дэмэдж, он просто не может перебить Медузу. Когда дается прокаст одним и вторым, когда ты получаешь Сайленсуд Скайросмага, ты просто не можешь руками избить эту Медузу. В итоге один корпок оказался намного сильнее другого. Я смотрю на Сларка, у которого чудовищно крутое начало было. Сларк отправляется на третью позицию по фарму. Ну, все, у имперцев очень и очень неплохо. Они заходят на базу к сопернику, ломают Т3 вышку, выкупается Шадоуфинт тем временем. Сларк с байбэком, но он не хочет его тратить. Это абсолютно верно. Прыгает Брю. БЗЗ поймали. Вкатывается в него. Минус БЗЗ. Прыгнул далеко, но забрали вышку. Забрали миличный барак, поэтому центральная сторона считает, что спушена. Там сверху заходит герой. Все, нормально. Пока что все отступили. Мипошку можно и отдать. Мипошку стараются просто игнорировать в очередной раз. Дахак идет вперед. Саюш под ударом может оказаться. Разворачивается, отвлекая внимание все на себя. Дрим даже ультимейт нажимает, чтобы избежать атаки Дахака. Гот подтянулся. Дахак замерз. После байбэка. После байбэка. Ай-яй-яй-яй-яй. Добить его не удалось. Лечение от Чена. И теперь уже Дрим в неприятной ситуации. Ульт-Атакулыча Сент-Кинг раструсил эту вечеринку. Нет, он летел. На уж. Выкупается Бист. Надо отпушить верхнюю линию. Ай, когда Хак тут выживает на тоненького. Да-да-да. Превратился в камень. Получил ультимейт от Скаймага. Но нет. Не хватило. Идут толкать линию. Идут пушить. Понимаю, что трех героев нет. Байбэк у Медузы отсутствует. Потому что золота тысячи монет еще не хватает. Брю. Скоро времени тоже появится. Даже несмотря на то, что у него кулдаун на байбэк все еще идет. Брю. Немного совсем сидеть в таверне. Ну и Винга. Винга тоже без выкупа. Об этом знают. В любом случае в меньшинстве придется сражаться имперцам. Поэтому Дахак смело идет вперед. Толкает верхнюю лайн. Напомним, что центральный уже был сломан. Поэтому это вторая сторона. Там Т2 стоит внизу. Поэтому крипов ты не сделаешь. Но решили отступить. В итоге, да. Игровой момент в пользу Гамбит. Так или иначе. Если бы, конечно, Сларк погиб после байбэка, то можно было бы и ГГшнуть. Скорее всего. Но мы видим, что Медуза в итоге в таверне. А Гамбит снова на коне. И Линкен Сфера в планах у Дахака. Вообще на тоненького такая игра идет. Для Рошана действительно классно получилось все имперцев. Но вот под занавес пошел этот пуш. Может быть, даже лишний. С другой стороны, сейчас появится. И сила Медузы никуда не девается. Можно играть. Можно играть. Можно работать с этим. Байбэк у нас остается у Скаймага и Ир Спирита. Больше ни у кого выкупа в этой игре нет. Медузу нужно дофармить до выкупа. У нее тысяча золота не хватает. Но сам байбэк, в принципе, не на кулдауне. Смотрим на обзор. Стоит вард у Гамбит в дополнительном лесу противника. Похожий вард, кстати, есть у имперцев. Но на самом деле ничего такого, что можно выйти. Только под пушеной линией потенциально какой-то смуг выход можно организовывать. В этом аспекте, конечно, есть преимущество у Гамбит. Потому что они забрали две стороны. В частности, верхняя будет очень мешать. Посмотри на мне пушку. Нравится. Шла 37-я минута. Ярослав пытался купить брасер первый. 37, почти 37 минут. Ничего, мипошка, совсем чуть-чуть. Тебе накапает на рецепт, и ты будешь бегать с брасером. Это совсем другая дота начнется. 0,11,15. Вообще-то, да, вообще-то жестко будет. Я думаю, это куча. Меньше контроля по тебе. Контроля. Нормально. Длится меньше будет контроля. Нет, разве? Нет, нет, нет. На нем просто этот. Кто? Резист. Ну, статус. На братус. Не статус. Просто magic resist. Да? Да, да. Там на брасиле просто magic resist. Уговорил меня. 6%, по-моему. Статус. Ну, значит, меньше бить будут. Тоже хорошо. Да, нет, так же. Все то же самое. Просто деньги еще выбросит. 0,11,15. То, что случилось 11 раз, случится в 12. Вероятность, вероятность, ну, 11 из 12. Вот такая. Ну, вообще, очень спокойно дота такая началась, потому что выкупов ни у одних, ни у других особо нет. Хотя, вот, мне кажется, с точки зрения выкупов, все-таки в Империи небольшое преимущество имеется. Появился выкуп у Медузы, она нафармила. Есть выкуп у года. У противника пока с этим проблемы. Может, сейчас реально стоит попробовать поддавить имперцем, учитывая, что у них два байбека хороших есть. Они-то прекрасно знают тайминги, когда выкупался противник. Они же все это записывают. Обязательно. И, по идее, сейчас их выход. Давать время, чтобы враг восстановил байбеки, может быть, и не лучшей идеей. Но, по-моему, не собираются имперцы играть агрессивно. Понимая, что у врага макро преимущество, постоянно пушится верхняя линия, надо как-то и отпушить, и самим попушить. Короче, какая-то... Сложная ситуация. Как всегда, в психологии у нас есть Медуза, нам еще 80 минут. Да нет, я думаю, что тут как раз такой психологии особо у них и нет, наверное, в головах. Но они понимают, да, что они особо не под давлением сейчас могут поиграть. Ну, смог, нажали, наконец-то. Еще у них в запасе сколько? Три минуты, получается, до вражеских коров. Три минуты байбека нет у СФа и у Сларка, соответственно. В принципе, пока по таймингам все успевает, все нормально. Отпушили вверх и отправили туда еще иллюзии, чтобы они тоже отпушивали центр. Правда, тут сложный вопрос. Он пушится в сторону Империи. Курьера смогут забрать. Ну, это такое себе удовольствие. Это цель, которую вы хотите. Нет, ничего не забрали. Еще и спасли щитом. Хорошая реакция. Молодцы, кто там прокликал. Кто красавчик. В итоге Смоук ничем не увенчался. Ну, развели на Глифа Курьера. Да, развели. Это опаснейшая ситуация сейчас. Сейчас Глифа нет на Курьере. Можно и убивать его еще раз. Баттерфляй для СФа. Дахак, кстати, с ДД. Тут тоже, ребята, не прочь подраться, но никто к ним, конечно, соваться не будет в эту часть карты. По центру продвигаются парни из Импайр. Ну и все, еще нет выкупов. Две минуты есть у Империи, чтобы поднадавить. Ну, естественно, Гамбит пока вообще непонятно. Они думают драться или они думают подпушить пока низ. Там Т2, снос нижний, мега крипы. Но как-то Гамбит не особо торопится. Уже там враг на базе гуляет. Враг у ворот. Надо что-то с этим делать. Надо смещаться, действительно принимать драку. Имперцы идут. А ломают быстро. Слушай, ломают очень быстро эту Медузу сейчас. Дрим хорошо справляется. В итоге Т2, губушка внизу падает. Уже открывает возможность сделать мега крипов. Дрим по центру. Вкатывается Олда Кулыч. Меб-бошку успели щелкнуть. Браслер не помог. Кто бы мог подумать. БЗЗ разултился. Цепляют Дахака. Дахака толкают дальше. И Дахака все равно избивают. Успевает уйти в ультимейт. Отходит немножко подальше. Летает Шадоу Финт. БЗЗ контролит его. Афоня включает БКП. Года не отпустили. Подкопал Сент Кинг его. Ну, к этому таймингу год уже кормом становится. Ну, его герой, скорее смак. Не супер боевой получается. Дахак после ультимейта вернулся на фулл ХП. Опять уходит в невидимость. Но его контролить уже особо нечем, по идее, Дахака. Поэтому он тут может разгуляться. Плюс Сент Кинг оглушает. Да, Дрим уже теряет всю ману оставшуюся. И его добивают. Драка выиграна. Гамбитами. Империя не прикрыла тылы, когда заходила на вражескую базу. В итоге просто парни залетели со святыни. Втроем. СФ сразу разултился. ССК подкопал. Очень легкая драка оказалась для Гамбит. И хотелось забрать Дахака за вот этот прокаст, который выдали в него под ультимейт Медузы. К тому же, но не удалось. Ну, нет прям быстрого такого урона. Как-то через Скайресмага надо было пробовать. Но Скайресмага отделили от общей толпы. Скайресмага вообще гонял Ирспирит. Потом, когда увидел Скаймаг, что Ирспирит прокатился на счет делать телепорт. А на него внимание Сенкин обратил. Так что тоже четко отыграли. Есть выкупы? Да. Ну, придется, наверное, Медузе выкупаться. Вот эта вовышка уже упала, поэтому потерять третью сторону значит получить мега крипов. В центре очень быстро. Вот Скаймаг не хочет выкупаться. Видишь, он так держит, держит. Нажали глиф. Да, Скаймаг появится просто. 10 секунд до него. Ну, что тебе сказать? Молодцы, Гамбит. Переждали они. В итоге сейчас у них выкупы есть. Выкуп Медузы выбили. Поэтому, убивая Медузу, здесь можно просто игру заканчивать. Ждут Рошана следующего. Ну, имперцы не могут проигрывать Рошана. Просто нельзя его отдавать. Да вот как сказать? Вот как сказать? На самом деле. Непонятно, что делать в этой ситуации, как правильно. Тоже идти драться за Рошана, это стопроцентный лабанг. Я понимаю, но с другой стороны, Дахак забирает Аеги с Медуза без байбэка. У Дахака две жизни у Медузы. Ну, как-то, может, на базе там отговорятся. Три жизни даже, да, потому что у Дахака еще и байбэк будет. Всегда можно будет драку воровать. Не знаю, может, как-то на базе попробовать там Медузе подстреливаться. Сложно мне сказать. Кто-то смог, кто-то драку, что-то такое. Мне реально очень сложно сказать здесь, что делать Империи. Но вот сейчас они пытаются сыграть агрессивно. Подловили Афонина в центре, он нажмет БКБ и просто убегает. Ну, тяжело все, тяжело. Там уже внизу подпушил линию Сент-Кинг. Надо туда будет вернуться. Успел ли взять двойной урон? Да, успел. Толкнули вперед, успел взять двойной урон. А там СК стоит с крипами уже под тир-тревышкой, если что. Это так, между прочим. Вообще, СК и здесь бы не прочь увидеть команда Комбит. Но СК продолжает пушить. Разулетилась Медуза. Иммершина может забрать. Скорее всего, отправится в таверну. Есть минус Эрспирит. Выбивают кем? Но у нее есть выкуп. Кем пока валяется на земле. Да, выкупается. Выкупается сразу. Фенгет сдалкивает себя на хэкграунд. Бежит к Шрайну. Мистик Флэр на дорожку. Хорошее решение от Года. Верная нога до самого поймала Кулач. Правда, команда рядом, поэтому Год не переживает. Внизу, внизу, внизу Сларка. Сларка надо показывать. Сларк убежал. Хорошо. Сларк живет. Сларка никто тут не подловил. И погоню пытается организовать выкупившийся Эммершин. Получает оглушение от Венги. БЗЗ подключается. Без бэкбэк, кстати, БЗЗ. Союз улетит в Эммершина. Бьют его. И он гибнет. Сто секунд не будет Эрспирита. Появляется, кстати, выкуп у Чена. Стоп. Появляется, не появляется. Только что был золотой. Снова не золотой. Что-то. Значит, купил что-то. Не, наверное, просто... Я не знаю. Ну, купил, видимо, что-то. Я только не очень понял, что там. Он за 250 моментов купил. Я сам ничего не... Ладно, я не хочу разбираться в этом моменте. Но у него появился бэкбэк на секунду. Может, какой-то, не знаю. Какой-то там странный момент был. Так. Эскана кастовывает ультимейт. Врывается в мипошку. БКП потрачено, кстати, Афониным было. И Акулыч погибает в процессе этого инициирования. Вот и Рошанчик. И не просто Рошанчик, а сыр. Так-так-так, рефрешер. Рефрешер на земле. Заберите кто-нибудь рефрешер. Года хватит маны, чтобы все выдать. Мне вот интересно. А почему нет? Почему нет? Это все-таки бесплатный. 9-100, да, у него? Бесплатный, да. Дахак. Свап. Пытается не дать Дахаку добить барак. Но Дахак за действие ультимейта. Казарму Мещников все-таки добил. Дахак пытается сбежать. 4 секунды до еще одного паунса. Дарпакт уже созрел. Птичка полетела на разведку. Но не догнать. Не догнать здесь Ларка, а он живет, забрав при этом казарму Мечников внизу. И остается два голых барака у Эмпайр. И оба слабые, да? Да, да, да. Ой-ой-ой. Напряженная ситуация. Тут любой сплит-пуш какой-то небольшой может сделать мега-крипов. Поэтому надо все четко делать. Тем более ты играешь против Чена. Чен в макроигре может решать. 25-ая Медуза. Сплит-шот, который и скадит, все работает. И вот Мьолнира все работает. Так, стоп. Дахак. Очень опасный. Бьет БЗ. Без ультимейта. Дахак его цепляет. А там без башера, да, Дахак? Угу. Без башера. Все еще хочет купить Радианс. Брюмастер. Ну, это все такие заветные мечты, которые, по-моему, не сбудутся уже в этой игре. Он, кстати, играет с Линкой. Планирует МКБ взять себе. Ну, логично. Хочется попадать по Медузе. Это вполне естественное желание. Медуза очень хорошо сейчас себя ощущает. Но как-то этот СФ уже не очень вписывается в общую картину. Не хватает второго кора. Очевидно, Гамбит. Надо как-то драки затягивать, чтобы Сларк набрал побольше Агилы. Чтобы он был в состоянии вырезать эту же Медузу. Нежелательно, чтобы она еще без ультимейта была. Как-то надо вымануть у нее ультимейт. Раскайтить ульт Брюмастера, ульт Медузы. Где-то еще Скаймак там шастает под ногами. Мешается постоянно с рефрешером. Плюс это сейчас две жизни еще для Медузы. Ну, вы знаете, я что-то слабо верю, что сейчас как-то смогут Гамбит устоять. Очень тяжелая ситуация для них. Но есть выкупы. Благодаря выкупам можно как-то удержаться на корах. Есть у Сларка выкупы и у СФ. Возможно, это единственный шанс сейчас для Гамбит. Два праймного сплита у Брюм будет. Идут по центральной линии. Понимая, что там Т2 вышка вверху стоит, надо просто забирать Т4. Просто в трон, да. Дрим не встречает никакого сопротивления. Идет ломать. Но там хотят мега-крипов в это время сделать. Внизу сломали барак. Игроки команды Гамбит сами прожали Глиф. Понимая, что можно сделать мега-крипов. Да, делают мега-крипов. А теперь надо отбиться как-то. А там трон горит. Трон горит жестко и Мершина убивает. СК с ультимейта входит, копает. Здорово, Афоний разультился. Пытается давать раскойловочку, как ты ее называешь. Олдакулыч в процессе погибает. Да, Хак все еще дерется. Выбили Айегу. И минус трон. И минус трон. Да, просто трон сгорел. Был разрушен коллективом Эмпайр. Отличное решение по итогу. Так и надо было идти на Рошана. Так и надо было. Хороший и правда получился. Там классно они поймали тайминги. Очень круто. То, что вот так саппорты отыграли. То, что погибает Чен. Сначала погибает Эрспирит. Потом получается, что Эрспирит выкупается, идет в агрессию, снова погибает. Чена убили. И два саппорта просто без выкупов оказались. И Гамбит не могли драться 3 на 5 уже никак. По факту.